Доброго времени суток, дорогие друзья! Знакомьтесь, это Игнатьева Нергуяна Викторовна. Она является педагогом по изобразительному искусству и педагогом по технологии. А находимся мы сегодня в среднеобщеобразовательной школе номер 33. И сегодня вместе с Нергуяной Викторовной мы будем творить. Творить, и будет у нас происходить небольшое чудо. Можно так сказать. Чудо будет выглядеть вот так. Я думаю, многие из вас сейчас узнали свою футболку, возможно, свою бандану. Расскажите, что же сегодня мы будем с вами делать? Сегодня мы познакомимся с искусством узелкового батика. Либо его называют искусство бандан, либо тай-дай. Сейчас современная интерпретация этого. Как? Бай-дай или дай? Тай-дай. Тай-дай, вот так. Ну, или, проще говоря, сваренные джинсы в 90-х, 2000-х. Это тоже было тай-бай. Да. Своего рода тай-бай, да? Ну, и футболки в восточных странах Азии сегодня это вот прям очень популярно. Очень популярно. Вот возвращается нынче. В магазинах можно уже встретить вот такие вот различные одежды с такой вот красивой. Таким принтом, да? Да, принтом модность стала сейчас. И я хочу сегодня показать мастер-класс, как быту, да, самому это все суметь сделать. Да, это очень интересно, потому что действительно рисунок здесь уникальный. Уникальный с помощью ниток. Это все, что белым здесь, это рисунок от ниток. А, вот эти разводы, да? Их количество, их размеры, все зависит от ниточек. Давайте уже приступим, очень интересно. Ну, в чем уникальность? Вот каждая работа, если мы даже вдвоем одно и то же сделаем, у вас будет совсем другой рисунок, у меня совсем другой. Интересно. В чем секрет? Секрет. Ну, рассказывайте нам подробнее о том, как происходит этот процесс. Ну, такой техникой занимаются тоже вот на острове Ява Индонезии. Их это национальная одежда такая, с таким рисунком. Здесь я разработки, как схематично выполняю такую работу. Это уже кусочек ткани. Это все на ткани. Здесь схема. Так, можно в виде солнышка рисунок получить. Несколько цветов мы видим, смешивать, да? И все это зависит от того, как сложишь ткань, правильно? Как сложишь, так и будет. Посмотрите, видите, разные варианты. Как в оригами можно складывать. И вот такой развод получается, да? Нет, вот с оригами, вот она, почти оригами. Да, то есть кажется, как будто здесь у нас инструкция по оригами. И на самом деле это все ткань. То есть как ты ее сложишь, вот такой рисунок ты и получишь. Так. Ну, мы можем сегодня два способа, да? Разно показать. Что попроще, так сказать, да? Да, давайте. Ну, для этого я принесла сегодня. Ну, в основном, конечно, такую технику я использую для старых вещей, чтобы придать новую жизнь старым вещам, да? Вот, футболочка малыша. Да, детские, да. Детские старые вещи можно дать вторую жизнь, да? Особенно белые футболки, которые приходят в негодность, да? Уже буквально через... Которые потеряли белизну как раз, да? Очень даже подходят. Угу. Так, значит, в чем суть? Значит, для этого нам нужна будет ниточка прочная, более прочная. Его всегда нужно перед тем, как использовать, проверить, насколько она прочная, да? Так, кусок воска, парафина. Обычная свечка хозяйственная. Ага. Красители анилиновые. Продажи они имеются в художественных магазинах, либо вот даже в Алперсе можно найти такую краску. Там анилиновые и акриловые. Акриловые больше, они скрепляются с помощью утюга, и с ними проще работать. То есть акриловые лучше приобретать? Ну, акриловая краска именно по ткани. По ткани. А не вот в школе что-то используют, да? Внимание. Анилиновые красители тоже по ткани. Они бывают для синтетических тканей отдельно, для хлопчатобумажных отдельно. Так, ну с чего начинать работу? Работу надо начинать с подготовки ниточки. Мы эту ниточку должны покрыть слоем воска, то есть вощить, так скажем, да? Вот таким вот образом мы ее пропускаем. А шерстяные нитки не пойдут? Нет, лучше хлопчатобумажные тоже, да? То есть вот она должна быть полностью пропитана? Ну да, пропитана. Тем лучше будет рисунок проявленный. Так, вот так вот. И нужно их намотать на более жесткую поверхность. В данном случае у меня фанера кусочек. И чтобы руки не поранить, удобно держать. Парафином, то есть, а примерно сколько метров нам для вот такой маленькой цепочки понадобится? Побольше надо метров, да, 10, точно, 5, минимум 5 метров. Ну, представим, что мы с вами намотали, значит, вот на нашу досточку нить, обработанную парафином. Вот вы держите такой интересный сосуд с не менее интересной жидкостью. Что там у нас? Так, здесь я уже подготовила краситель. Заранее вот такой краситель развела в соответствии с инструкцией, написанной сзади, да, коробочкой. Горячей водой развела. Там кипяток у нас или просто горячий? Ну, кипятком сначала растворяем в отдельном посуде, ну, допустим, с кляночки, да. Добавляем туда ложки соли. Ну, и для процесса окрашивания мы его должны довести до определенной температуры. То есть она сильно должна быть горячая, но не кипеть при этом. Не кипеть. То есть раствор – это краситель и обязательно соль, да? Угу. Хорошо. Так, с чего начинаем, да? Какой рисунок вы убираем? Самый простой. Самый простой. Самый простой тогда для вас будет такой. Нужно будет просто его помять. Это у меня получится. Я думаю, легко. Смяли? Смяли и хорошенько все это завязать. Главное условие – надо нитки туго завязывать, очень туго. Так, держите пока я. Держу. Вот ткань. Ткань держу. В хаотичном направлении, да? Да, в хаотичном направлении. То есть с этой стороны завязать? Ой. Вот видите, надо тоже силу учитывать, чтобы при этом еще нитка не порвалась. Не порвалась, да? Ну, местами она может, конечно, порваться. Завязали. Завязали. Так, вот теперь держа ее вот с натягиванием. А расстояние должно быть побольше или без разницы? Без разницы. Вы его всяко-разно поворачиваете. Не только вот так, да, но и вдоль еще надо быть. В общем, так. С натяжением. А я буду футболку. У вас там что-то покрасивее надо будет? Да. Угу. Так. Ну, я хочу какой-то хаотичный рисунок, поэтому я ее начну вот прямо вот отсюда, по диагонали, начну скручивать. Ну, для тех людей, кто уже более опытен, да, тут принципиально важна каждая схватка будет, да? Да. К примеру, да? Я думаю, там, потому что какие-то рисунки же должны быть более геометричные, а не хаотичные, как у нас, да? Ну да, в зависимости от чего вы хотите. Ну да, хотелось бы, чтобы футболка была как минимум. Вот этот хвостик сохранить, чтобы потом было все эти концы нитки. А, я скоро должна остановиться? Ой! Ну, побольше, побольше. Ускакала мой клубочек. Так, побольше? Угу. Чем больше ниток, тем больше рисунка. А-а-а. Так. А я начинаю первый слой. Накручивать нитку. Вы с рукавов начинаете, да? Да. Ну, я подиагинали вот примерно скручиваю. Вообще, нанесение изображения на ткань, это у нас бать. Искусство бать. Искусство бать. Это вид тоже росписи ткани. Да. Вот мы сегодня узелковым способом вела. Еще есть вариант, вот, на сольвом растворе свободная роспись, да? Еще какие варианты? Холодный батик, горячий батик, рисование воском. Воском рисую, да? Ну, это вот все на острове Ям очень, да? Угу. Популяризировано. В Индии тоже популярно. В Японии, в Китае, допустим, больше интересные работы. Там штукки, ширмы, расписывают картины по шелку, да? Ну, у многих женщин в России есть тот самый халатик такой, да? Ага. Вот такой домашний халатик. Кимоно. Кимоно, да. Где по центру как раз-таки вот подобный рисунок. И пошли такие разноцветные круги. Я думаю, многие сейчас модницы узнают свой домашний халатик, да? Конечно, это такая популярная тема, причем, как вы уже сказали, с года в год все популярнее и популярнее. Обратите внимание, у Нергуяны Викторовны получился вот такой интересный предмет. То есть практически указательная палочка, да? Хотелось бы отметить, что у нас Нергуяна Викторовна работает в 33-й школе уже... 20 лет. 20 лет на одном рабочем месте. Представляете? Это заслуживает отдельного внимания, но и, конечно, восхищения и уважения. Тем временем, смотрите, у меня уже очень много... Так, все, давайте вы завязывайте, а я посмотрю краску. Вы просили оставить хвостик, но, естественно, пока с вами разговаривала, я его... А, вот он. Найдете. Ага, нашла. Отрезаем. У меня процесс немножко долгий, так как изделие большое, да? Да, большое, большое, да. И это лучше делать на белой ткани, да? Но на цветных тканях что-то может произойти? Можно однотонных, желательно однотонных. Ну и красящей краска должна быть темнее, чем основа, да, чтобы рисунки проявились. Так, здесь тем больше ниток, тем больше, ну и рисунков будет больше. Почему мы говорили за волшебство, да? Потому что, действительно, ну что может произойти, мы не знаем сейчас. Это все будет понятно чуть позже, потому что, ну, клубочек связали, а вот что произойдет дальше, это все будет известно только по окончанию нашего мастер-класса. Так, можно еще раз закрутить эту часть футболки. Я хочу, чтобы везде был рисунок, поэтому прям до кончика нужно. То есть, по сути, мы как бы прессуем, да? Мы сдавливаем ткань, и вот... Здесь тоже нужно подкрутить. А, даже так? Угу. Жгут такой делаем, да? Угу. Так, и дальше опять начинаем. Все это нужно делать туго, так что наберитесь терпения. Да, рука встает от непривычки, да, задействованы скрытые мышцы, которые не забывают, да. Такой мастер-класс в виде физической нагрузки, да, поэтому совмещаем приятное с полезным. И вроде бы и творческий процесс, но также еще и ручки наши подкачаем. Так, краска у нас в процессе нагревания. Какой у нас будет цвет? Цвет у нас ярко-розовый, а розовый будет, как здесь. Знаете, говорят же, да, у людей полет фантазии, да, бывает разный. Вот я, глядя на это, мне представляется какой-то, не знаю, космический какой-то объект. Да, звездное небо, другая галактика, что еще. Глядя на этот рисунок, не знаю, мне кажется, это что-то, хвост от кометы, что ли, да. Глядя на этот рисунок, это какие-то узоры на окне, как будто бы, да. Глядя вот сюда, мне кажется, что это что-то связанное с природой, как будто бы листья. Растение под микроскопом. Представляете, вот это я без подготовки, все вот на ходу сейчас так говорю. То есть можно рассматривать потом свою работу. Вот здесь, мне кажется, это какой-то кристалл тоже. Очень интересно. Я к завершению уже все. Ждем пока краска нагреется. Ваши ученики это делают на уроках технологии, да? Нет, но есть, было у нас в старой программе учебника примес, узелковый батик, роспись по ткани есть. Делали мы на уроках тоже. Вот. Так, все, готово. Это наша футболка. Так, ну, в зависимости, какого цвета мы хотим, там можно два разных цвета переливы делать. А как это сделать, допустим, если мы хотели вот двойной цвет? Угу. Центр желтый, а потом красный. Ага, тогда мы сначала берем, окунаем ее в желтую краску, краситель, до чуть больше середины. Потом переворачиваем и опускаем в красный цвет, допустим. А в отстыковке получится оранжевый. А, он сам распределится? Да, сам. Смешается, хорошо. А максимальное количество можно же много, там, 5-10, да? Ну, если у вас есть одновременно, есть возможность нагреть столько красок, то да. То да. То есть нельзя так, да, что, допустим, половинку замочил, а половинку через час? Ну да. Надо все сразу делать? Угу. Так, для процесса мы наденем краситель очень марки, всегда нужно работать в перчатках. Дальше мы будем уже окрашивать наши заготовки. Краситель у нас нагрелся до нужной температуры. Так, нам понадобятся шипчики, да, чтобы не обжечься. Так, и начнем окунать уже. Ну, давайте начнем с вашего. Ну да, мой кусочек ткани. Можете смело кидать, аккуратненько впускаем. И оно, значит, ушло на дно. Где-то минуту, одну минуту, там, две минутки она должна пропитаться вот этой краской еще хорошенько. Так, краска должна вот нагреться почти до кипения, но при этом кипеть не должно. То есть вот так ее нужно переворачивать на мой шарик, да? Угу, вот показываю. Так, пока она там окрашивается, значит, подготовим водичку для споласкивания с уксусом, ну, чтобы закрепилась краска. Ну, я на глаз... 70% уксус? Да, обычный сколовый уксус. На глаз наливаю. Ну, здесь где-то 50 миллиграмм уксуса на 2 литра. Ага. Так, здесь он, по-моему, уже достаточно. Мой клубочкой ткани. Да, выжимаем. Полностью, как будто бы розовый. Угу. Ну, если его хорошо связали, то все получится. Да, должно получиться. Да? Вероятно, что есть такая. Большая, да? Да. И мы опускаем уже в холодную воду с уксусом, да? Угу. Можно споласкивать. Хорошо. А я буду пока красить свою. Вашу футболку, да? Угу. У меня не вмещается, поэтому я буду переворачивать ее. Вот мы делаем детскую футболку, а представляете, если делать большую мужскую футболку, там, 52-го размера, да? Да. Да, надо кастрюлю ставить с красителем, да? Ведро. Я туда расскажу. Еще поместила все. Моя дочка любит то розовый свет, поэтому буду розовым. А джинсы варили в свое время тоже по такой же системе? Ну, да. Только там в отбеливатель, да? Надо же было, наоборот, белой полоской. Ага. Ну, мне не приходилось варить. У нас уже... Да, я задумываюсь об этой теме. Думаю, это будет следующая идея для нашего выпуска. Так, у меня тут все. Я что должна распутывать? Выжмите воду. Ага. Машенька. И аккуратно снимаете вот ниточки. Мне вот, например, уже хочется посмотреть, что у нас там получится. Прям хочется добавить барабанную дробь. Волнительный процесс. Я вот завидую современным школьникам, у кого в программе есть сегодня урок технологии. Раньше он назывался урок труда, да? Потому что сегодня возможности вот у ребят, конечно, огромные, да? Развить свой творческий потенциал. Потому что в наше время все было немножко проще. Либо готовили, либо вышивали, либо шили. Мальчики что-то делали из дерева. А сегодня вот, пожалуйста, если есть в программе «Батик», будешь знать, что такое «Батик». Самый исполнительный момент – это вот, когда снимаешь ниточки. Уже видно, да? Я уже вижу, что как будто бы мы на правильном пути. И в принципе-то процесс несложный. Найди ты старую футболку, купи ты недорогой краситель. Вода, уксус, плита есть в доме у каждого, да? И все. И усилия. А, ниточку еще. И свечу. Я пока боюсь откровать, но я готова откровать. Так. Так. И вот мое произведение искусства. Смотрите, что у меня вышло. Ну, это ли не волшебство? У меня уже возникли идеи. Представляете, вот если бы... Да, там, да. Вот, смотрите. Если бы я продолжила свою работу, я бы взяла такой же кусочек ткани, уже в другом цвете. Сделала бы еще один такой принт. Потом еще, еще, еще. Сделала бы... Получилось бы у меня дачное покрывало. Вот. Я бы потом их шила все, прострочила, соединила. Вот у меня. Так, а у вас что? Посмотрите. Футболочка. Новенькая. Совершенно новенькая, яркая. Старая футболка, которая была такая уже пожелтевшая, да, вышла. Посмотрите, насколько она яркая стала, да? Пока она мокрая и чуть ярче. Когда высохнет, она чуть-чуть. Вот, глядите, действительно футболка приобрела вторую жизнь. Так, и теперь давайте... Конечно, анилиновые красители обязательно нужно паром, с помощью пара его... Закрепить, да? Закрепить, потому что они требуют такой технологии. Для этого нам понадобится емкость. Кладем обычные речные камушки. Камушки речные, чтобы вода не брызгала и не портила изделие наше. Вот так вот кладем. Добавляем водичку. Примерно вот столько. Одну треть ядрада. Так, берем марлю и веночку. Все с таких из-подручных средств. Я подумала, сейчас паром обработать, достанет парогенератор какой-нибудь, да, или отпариватель. И паром-то пройдется по нашей футболочке. А все можно сделать в домашних условиях. Ведерочка, камушки, водичка, пар на плитку. Так, и нагреваем водичку. Пока нагревается, мы берем кальку. Еще и кальку, наверное. Вот этот вот мокрый мы даем высохнуть обязательно. Мокрый мы не будем. Ну, допустим, на тренировать. Дайте, пожалуйста. Вот, допустим, у нас высохлое изделие. Естественным путем высохло. Кладем и закручиваем. Закручиваем дальше в улиточку. Еще и в улиточку. Ну, можно тут резинкой либо ниточкой связать. А футболочку, соответственно, кладем на большой кусочек. А они тоже так же завязываются в трубочку, потом в улиточку. И вот так вставляем. Ну, здесь он побольше будет, да, если большой изделие. Прикрываем. Вода начнет кипеть. Прикрываем полотенцем. Либо подушечкой маленькой. И минут 30. На пару? На пару, чтобы она скрепилась. Эта процедура нам нужна для того, чтобы краска осталась на ткани, да? Да. После этого ее можно спокойно стирать. Стирать тоже осторожно, да. Ну, то есть, по крайней мере, она не окрасит вас, не окрасит ваше тело, мебель и так далее, да? Это мы говорим про красители, которые как еще раз сказать? Анилиновые. Анилиновые. А если же мы красим изделия другими видами красителя, то? Если акриловые красители, то его просто высушить и прогладить утюгом. Утюгом. А акриловую краску мы куда опускаем? Нет, а ее просто наносим с помощью кисточки. А, с помощью кисточки. И промахиваем, да? Потом тоже надо промахнуть, да? Ну, мы сегодня решили использовать такую технику, да? Анилиновые красители. Вот. Посмотрите, какая красота. Итак, Нергена Викторовна, спасибо большое вам за такой очень интересный, красочный мастер-класс. Действительно, я получила огромнейшее удовольствие, потому что вот такая интересная техника, как батик, это, конечно, отдельный вид искусства, да? Вы им владеете в совершенстве, да, причем, а не только таким вариантом, да? У вас разные есть, да, познания в этом мире. Ну, а мы, дорогие друзья, не перестаем говорить. Творите. Ну, не умеете, допустим, вырисовать. Возьмите, попробуйте такой вид творчества. Здесь, так сказать, много того мани не надо, да? И у вас точно получится ваше уникальное изделие. Еще раз спасибо вам большое. Ну, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. До новых встреч. До свидания.